Начало года выдалось аномально холодным на территории Европейской России. Зафиксированы низкие температуры, в том числе и в Ульяновской области. Прохождение отопительного сезона всегда является сложным испытанием для жилищно-коммунального комплекса. Когда на термометре минус 20 и ниже, техника и коммуникации могут не выдержаться. Пример тому, недавняя авария на Пензенской ТЭЦ, оставившая без тепла почти 500 домов в соседнем городе. Не грозят ли Ульяновской области подобные происшествия? Этот вопрос обсуждался на правительственном части в законодательном собрании. В целом, если говорить по прохождению отопительного сезона, то с 1 октября 2016 года по 31 января 2017 года в жилищно-коммунальном хозяйстве зафиксировано 203 инцидента. Как мы смотримся на фоне прошлых лет? За прошлый отопительный сезон было у нас за этот же период 222 нештатные ситуации. То есть мы идем в целом по области со снижением нештатных ситуаций на 9%. За эту зиму все же случилось несколько ситуаций, бывших на устах у всей области. Отключение тепла в Ишеев, перебои с холодной водой в Димитровграде и с отопления в Ново-Ульянске. Эти события заставили жителей региона невольно вздроговаться. А что, если нам грозит большая коммунальная катастрофа? Ни для кого не секрет, что инфраструктура сильно изношена. Но эта проблема активно решается. В целях выполнения данной работы и реализации программы мероприятия правительством принято решение о создании государственной корпорации коммунального развития. Данная корпорация создается на базе двух наших организаций. Это предприятие областное коммунальное хозяйство, которое сегодня присутствует в 13 муниципальных образованиях. И на базе регионального агентства по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ульянской области. Предполагается, что в текущем году государственная корпорация расширит свое присутствие еще на четыре муниципальных образованиях. Таким образом, охват составит 17 муниципальных образований. В задачи корпорации как раз и войдет модернизация сетей. Больше всего проблем, естественно, возникает в областном центре, как в наиболее крупном городе региона. По словам заместителя главы администрации Ульяновска Александра Черепана, отвечающего за ЖКХ. Повторение пензенского инцидента нам не грозит по нескольким причинам. У нас сегодня и по водоканалу, и по нашим предприятиям теплосервис, тепловая сеть, теплоком, Т-плюс есть закольцовки, которые позволяют переключаться между теплоисточниками. А в сельских районах острова стоит другой вопрос. Долги за потребленное топливо. Повторяется он из года в год. Единственное облегчающее обстоятельство заключается в том, что большинство жителей этих муниципалитетов топят свои дома сами. И большая коммунальная катастрофа здесь не грозит. Егор Титов, Павел Макаров, новости дня, Ульяновская правда.